Дмитрий за рулем уже пятый год. Старается следить не только за дорогой, но и чаще смотреть на обочины. Там могут быть хвостатые пешеходы. Как правило, животные выбегают внезапно. Обычно это происходит в менее населенных районах, то есть на спокойных улицах, потому что там они более спокойно ходят и машин поменьше там находятся. Выбегают они в основном из-за страха и тяжеловато немного избежать таких ситуаций, но лучше стараться, если видите животное где-то сбоку, притормозить, чтобы понять, что оно не испугается и не убежит вбок, и вы не собьете его. Но если притормозить не удается и столкновение с животным все же произошло, постарайтесь помочь. Есть добросовестные водители, они помогают животным, забирают их в машину, отвозят ветеринарам, если есть возможность, им удается помочь. Нередко у нас встречаются собаки, которые даже переходят по пешеходному переходу, дорогу, поэтому к ним желательно отнестись так же, как к пешеходам. Этому питомцу с водителем не повезло, кошку подобрали волонтеры, шансов на выживание сразу прибавилось. Принесли сегодня, ее нашли неравнодушные люди, ее сбила машина, она сразу же отскочила и побежала, спряталась в кусты. Самое важное, постарайтесь поймать животное и принести к врачу в жесткой переноске. Этой кошке повезло, у нее шок и ушиб, вовремя оказали помощь, но обычно травмы бывают намного серьезнее. Это грыжи, это разрыв брюшной стенки в области паха, либо по белой линии. Это переломы, переломы конечностей, переломы ребер. Сначала ветеринар проверяет величину зрачка и реакцию на свет. Когда животное попадает под автомобиль, то у него развивается политравма. Когда развивается политравма, то у животного есть высокая вероятность того, что может быть отек легких и отек мозга. Отек легких мы контролируем с помощью прослушивания, мы выслушиваем хрипы, смотрим на то, что есть ли какие-то истечения из носа, и тогда ветеринар уже принимает все меры. Кошки гораздо чаще, чем собаки, выбегают на дорогу, особенно в темное время суток. Летом животных люди прикармливают, заводят, потом перестают ездить на дачные участки. Они для того, чтобы найти себе пропитание вблизи населенного пункта, нужно не забывать, что те же кошки в селе, они бегают со дворов на поле, потому что на поле мыши. То есть они перебегают через трассу. Нужно просто соблюдать скоростной режим и обращать внимание на бочины. Ветеринары советуют водителям быть максимально внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, чтобы правильно и вовремя среагировать.